МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава нашего государства подчеркнул важный вклад Пангемуна в продвижение республики на страновом уровне. А собеседник высказал полную поддержку инициатив, озвученных Шавкатом Мирзиёевым с высокой трибуны ООН. Их актуальность и глубоко продуманную политику реформ в соответствии со стратегией действий на пять лет. Для меня честь встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Мы все становимся свидетелями новых подходов в развитии социально-экономических отношений между нашими странами. Данный визит руководителя Узбекистана проходит успешно. Об этом говорят итоги достигнутых договоренностей на всех уровнях. Хотел бы отметить также экономический рост Узбекистана. Как известно, роль вашей страны в стабильном развитии региона неоценима. В этом заслуга в том числе и новых инициатив Шавката Мирзиёева в деле обеспечения мира и безопасности в регионе. Я поддерживаю новшества во внутренней и внешней политике Узбекистана. Когда я работал генеральным секретарём ООН, я близко ознакомился с проблемой ОРАЛа и в целом экологической ситуацией на этой территории. Сегодня на международной конференции по глобальному изменению климата предоставил своё видение этого вопроса. Я думаю, что диалог продолжится не только на уровне двух государств, но и в международном масштабе. Диалог партнёрства воплощают сегодня и межпарламентские связи Узбекистана и Республики Корея. Налажен обмен делегациями между высшими законодательными органами двух стран. Глава нашего государства встретился со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Чон Сэгюном. На встрече была отмечена важность дальнейшего укрепления связей между парламентами двух стран и их профильными комитетами. Активизация деятельности парламентских групп, дружбы и сотрудничества. Организации на регулярной основе взаимных визитов и совместных мероприятий в Узбекистане и Южной Корее. Особое внимание было уделено вопросам усиления взаимодействия по продвижению совместных торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных проектов, а также сотрудничества в рамках международных межпарламентских структур. С особой теплотой и торжественностью встретили президента Шавката Мерзиёева в мэрии Сеула, крупнейшего мегаполиса региона. Напомним, именно глава администрации этого города Пак Вон Сун 3 июля этого года специально прибыл в Ташкент для того, чтобы лично вручить президенту Узбекистана приглашение президента Республики Корея Мун Джейина посетить эту страну с государственным визитом. Здесь руководитель нашей страны сделал запись в книге почетных гостей. Значимость переговоров на высоком уровне, состоявшихся накануне, подчеркнул в ходе встречи мэр Сеула, актуальность расширения стратегического сотрудничества между странами. На сегодняшней встрече были детально обсуждены вопросы развития практического сотрудничества между городами-побративами, столицами наших государств, Ташкентом и Сеулом, в соответствии с принятой дорожной картой. Говорили о значимости реализации ранее достигнутых договоренностей, о регулярных взаимных визитах в целях подготовки и продвижения перспективных проектов и программ взаимовыгодного сотрудничества между столицами двух стран. Глубоко символичным моментом стала церемония присвоения президенту Шавкату Мерзиёеву звания почетного гражданина города Сеула. Она отличалась особой энергетикой. Пак Вон Сун подчеркнул, это большая честь для города видеть своим гражданином человека, установившего диалог с народом, реализующего в Узбекистане масштабные реформы, пользующегося большой поддержкой в обществе. Вместе, уверен президент, предстоит реализовать немало проектов, внедрить креативных систем в управлении городом. Шавкат Мерзиёев предложил дать название Сеул одной из центральных улиц Ташкента и совместно с корейскими партнерами воссоздать особый дух столицы страны утренней свежести. Механизмы практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах высокого уровня в Сеуле, были обсуждены на встрече президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева с премьер-министром Республики Корея Ли Нак Йоном. Как известно, в нашей стране реализованы и осуществляются десятки крупных проектов в различных отраслях экономики с привлечением инвестиций ведущих южнокорейских компаний и банков. А достигнутые в эти дни договоренности уверенные стороны поднимут торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое сотрудничество на принципиально новый уровень. И сегодня же президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев с супругой, в сопровождении президента Республики Корея Мун Джей Ина с супругой, посетил Национальный музей Кореи. Ознакомился с фондами крупнейшего учреждения и культурного центра страны, сконцентрировавшего уникальные образцы археологии и артефакты из других стран мира. Кстати, он входит в десятку самых посещаемых музеев планеты. Здесь насчитывается более 220 тысяч экспонатов. Представили высоким гостям целый ряд экспозиций. История в бережно хранимых образцах прозвучала. Еще один мост, соединяющий наши народы. В стремительном 21 веке это партнерство превышает формат одного только определения взаимовыгодной. Линии сотрудничества выстроены на основе особого доверия, уважения и открытости. Сами главы государств подчеркивают это особо, выделяя на фоне диалога приоритетное значение встреч на высшем уровне. Как прекрасной возможности обсудить дальнейшие перспективы развития. На этом государственный визит президента Шавката Мерзиёева в республику Кореи завершился. Сергей Лебаев, Сахип Алипов. Специально для программы Ахбару-24 из Сеула. Редактор субтитров А.Семкин